МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у меня в гостях человек, который знает все о современном искусстве. Коллекционер, меценат, искусствовед, основательница международной ярмарки современного искусства Космоскоу Маргарита Пушкина. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Современное искусство, как вы думаете, какое место занимает? Если говорить про Краснодарский край, то я считаю, что в Краснодаре с современным искусством, если говорить про таланты, у вас все очень неплохо, благодаря ребятам очень активным, талантливым. У вас есть типография, уже хорошо известная. Да, группировка ЗИП. Да, группировка ЗИП, которая два года назад принимала участие в нашей ярмарке в некоммерческой программе. И типография была выбрана международным жюри, как институция года. И художники получили грант и делали специально для нашей ярмарки сайт специфическую, то есть специально именно для ярмарки перформанс. Это была очень увлекательная история. Она происходила буквально на всей площадке. И это уже очень влиятельные художники в российском актуальном искусстве, хорошо известные в международном контексте. Да, у нас есть еще ресайклы, которые тоже к премию Кандинского. Да, и не только. Они тоже участвовали в нашей ярмарке в разные годы на стендах галереи. То есть это уже такие бренды в области актуального искусства, которые действительно входят в список, такой золотой запас будущего поколения. Это музейные художники. И мы будем через какое-то время очень сильно гордиться тем, что мы имели возможность к этому как-то прикоснуться и познакомиться с этими людьми. Я вот приехала сюда по приглашению в Чоленхаус. И у вас проходит цикл лекций на тему современного искусства. Сегодня мне Аня рассказывала о том, что у вас здесь уже побывали очень интересные люди, очень важные. То есть я считаю, что это замечательная инициатива и очень прекрасная возможность для людей, которые здесь живут, встретиться с самыми разными людьми, услышать из первых уст какие-то интересные истории и мнения по поводу актуального искусства и культуры вообще. Как оценить современное искусство? Что через десятки лет будет действительно такой жемчужиной, а что останется вот в этом времени? Ну, еще один непростой вопрос. У нас сегодня интервью сложных вопросов. Да, потому что он не быстрый, на него невозможно просто технично ответить. Нет такого рецепта. Но, безусловно, для того, чтобы в принципе разобраться в современном искусстве, я признаю, этот факт – это непростая задача. Но на самом деле нужно потратить время, нужно быть любопытным, нужно читать что-то, узнавать, ходить на выставки, общаться с художниками. Это как раз такое прекрасное преимущество современного искусства, что ты живешь здесь и сейчас, у тебя вот есть невероятная возможность общаться там с людьми, с критиками, кураторами, художниками. Не просто общаться, дружить с ними, интересоваться их идеями. И это еще тем более интересно, что мы, живя вот тоже одновременно с этими людьми, можем как-то повлиять на этот процесс. Ну, я понимаю, что это общее место, да, вспоминать Третьякова с Морозовым и Щукина. Тем не менее, эти люди – это те люди, которые были визионерами своего времени. Например, два года назад проходила невероятная выставка Щукина, из коллекции «Щукиное собрание» в фонде «Луи Виттон» в Париже. Это был невероятный просто успех и очень большое внимание со стороны международной публики. Все люди очень удивлялись, насколько серьезные богатства собраны в российских собраниях музейных. И просто говорили, ну, не говорили, это говорили еще в те времена, и сами художники удивлялись, что вот как Щукин, будучи обычным промышленником, проявлял такую прозорливость и выбирал очень передовых и самых лучших художников своего времени. Мне кажется, это такое смесь профессионализма, знаний уже, да, и с другой стороны, действительно, это какая-то интуиция. Безусловно, ты должен быть действительно любопытным, открытым всему новому, нужно отбросить предубеждения. Но просто я вот хочу сказать, что это очень важный момент, потому что мы живем сейчас в мире перепроизводства всего, и это касается в том числе и сферы актуального искусства. Безусловно, в этой области происходит огромное количество всего, и очень многие люди что-то делают и как-то самовыражаются. И, например, ну, можно сказать так, что искусство талантливое и действительно интересное, с большим потенциалом, оно использует точно такие же методы продвижения, как и что-то, ну, более коммерческое, не такое, cutting edge, не такое продвинутое. И поэтому обычному человеку ему действительно очень сложно отделить одно от другое. Но просто знаю на собственном опыте, что это возможно, вот, тем более вокруг большое количество людей, которые являются профессионалами в этой среде, и просто нужно доверять. Одной из наших задач, вот, что для нас очень важно, является в том числе и задача повышения статуса людей, экспертов в области искусства, потому что эта сфера деятельности действительно существует. И человеку, который закончил университет и потом еще большое количество времени потратил на то, чтобы изучать актуальное искусство и культуру, ему очень сложно объяснить, как разобраться в актуальном искусстве, да, потому что у него за плечами такой бэкграунд и такие знания. Ну, то есть не скажешь, вот есть вот эти, вот эти, вот эти критерии. Поэтому это талантливо, а это менее, скажем так. Ну, я могу сказать просто в двух словах, хотя я не думаю, что это будет очень сильно облегчит задачу, но тем не менее, я считаю, что действительно интересное произведение искусства, оно рождается где-то на стыке, на пересечении очень хорошей идеи, это важно сейчас для актуального искусства, безусловно, и очень, ну, и хорошего, как сказать, умения выразить это в наиболее современной и актуальной форме. То есть вот это происходит, когда у человека есть талант, и тогда ты уже это ни с чем не перепутаешь. Но действительно то, что важно, это то, что актуальное искусство, оно находится в области идей. И на то, каким оно сейчас является, повлияли очень многие процессы. Мы часто просто этому не придаем значения и забываем. Например, есть такой очень важный период в истории мирового искусства, как Вторая мировая война. И вот это была очень большая гуманитарная катастрофа. После вот этих всех потрясений очень многие художники просто отказываются от того, чтобы что-то изображать красивое. И потому что речь идет о том, какая может быть гармония после Освенцима. И это очень важный период в истории. Поэтому появляются вот эти серые абстракции, какой-то распад форм. Потому что это был непосредственный отклик художников своего времени на ту катастрофу, на то, что происходило человечеством в определенный период. Все это, безусловно, повлияло на то, каким искусство сейчас выглядит и как оно развивалось. В том числе промышленные какие-то процессы. Я уже не говорю о фотографии, это как техники и технологии. Но это все нужно знать, как минимум. Я считаю, что это, в принципе, важно каждому грамотному человеку. Потому что с помощью картинки и какой-то визуальной культуры можно передавать наиболее быстрый способ передачи информации. Вы помните тот самый момент, когда вы осознали, что вот, мне это интересно. И я буду в том числе проводить, в широком смысле, ярмарка. Это встреча, где галерист встречается с художником. Вот то самое влиять на эту встречу. Нет, ну у меня таких амбиций не было изначально. Я никогда вообще, в принципе, не планировала такого хода событий. И даже бы очень удивилась, если бы кто-то мне об этом сказал. Вот. Вообще есть очень интересная история. Как-то потом анализировала. Вот такого, знаете, конкретного момента, какой-то точки, который бы я запомнила, его не было. Это, видимо, стечение обстоятельств и ход событий. Я жила в детстве в Краснодарском крае, в городе Карапоткино, и ходила в школу. И потом, вот уже через какое-то время, когда я уже интересовалась искусством и уже получила образование как историк искусства, я поехала на ярмарку «Артбази». И там я тоже общалась с многими галеристами, арт-профессионалами, людьми известными. Встретила Айдан Салахов. Вот. Тогда мы с ней познакомились. Я хорошо помню этот момент. Почему? Потому что после я потом приехала уже со своим маленьким сыном навестить там своего папу и брата домой в город. И начала разбирать какие-то свои детские альбомы. И вдруг обнаружила, что у меня были с детства альбомы по искусству. То есть мама мне на самом деле в «Букинисте» покупала вообще... И постепенно так это подкладывала. Тем не менее я вырезала какие-то репродукции из разных советских журналов. Вот у меня, например, был альбом «Петров Водкин», сделанный лично мной. Ух ты! Вот. И я помню, что один из этих альбомов открыл. На первой странице я увидела портрет маленькой Айдан работы Таиры Салахова, ее отца. И у меня вот какая-то случилась... Случился какой-то момент. Я просто, когда уже занималась этим, я не вспоминала о том, что в детстве у меня был такой интерес, и я действительно это делала. Когда я приехала домой, вернулась в то место, где я выросла и провела детство, и обнаружила эти альбомы, это было очень удивительно для меня. То есть я могу сказать, что где-то внутри этот интерес был всегда. И слава богу, что он проявился, что я все-таки не самым прямым путем. Но пришла туда, где я сейчас. В этом сентябре ярмарка пройдет в седьмой раз. Я могу уже сказать, что мы выстроили такую большую и важную институцию, которая заметна на международном уровне. Я просто знаю это, потому что я очень много общаюсь с людьми во всем мире. И это, безусловно, очень важный и приятный момент. Ну что ж, спасибо вам огромное за эту беседу. И пусть вам сопутствует удача во всех начинаниях. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Арт-интервью». Оставайтесь с нами на телеканале «Кубань-24». Субтитры подогнал «Симон»